Стоп, стоп, досмотри до конца! Лол Стим Маркет это торговая площадка, где бот проверяет каждый аккаунт на работоспособность, а также собирает актуальную о нём информацию. Сделка пройдёт гарантированно честно, а если возникнут какие-то проблемы, то на каждый аккаунт имеется как минимум 12 часов гарантии. Ссылка в описании. Мистер Бист это самый известный блогер в мире и, наверное, самый богатый. Иди сюда, давай! Ничего тебе... Самый известный блогер в мире это Иван Зола, если шо. Тебе не дам, я тебе сказала! Ну и как-то возится у каждого, хоть мало-мал... Ты нахуй ушки натянул, брат. Хотя ладно, нахера вообще я спрашиваю, я постригся как оболтус какой-то, как пичка в Angry Birds, так что не мне об этом говорить. ...известного человека есть как фанаты, так и хейтеры. А нас думают плохо лишь те, кто хуже нас, кто лучше нас и до нас. В случае мистера Биста в основном хейтеры, конечно, кринжовые, за что ему только не предъявляли. Например, за то, что у него команда курит электронки. У нас есть кадр, где Чендер вейпит. Это определенно не то, что он должен был делать, и это может плохо обернуться для него. ...суперсейт, суперсейт, суперсейт, суперсейт. Или потому что мистер Бист поддается девочкам, а мальчикам усложняет условия в своих роликах. У него в роликах фольковые деньги в кадре. Чё за хуйня? Ну, короче, да, да, кринж, кринж. Ну да, да, эти доёбки, они прям максимально странные. Сегодня я хочу разобрать мистера Биста с такой стороны, с которой его ещё никто не разбирал. Я перекопал огромное количество материалов, в том числе нашёл действительно весомые поводы, по которым его хейтят на американском ютубе. Поэтому сегодня я решил показать вам, что у каждой монеты есть две стороны... Так, стоп, реально есть что-то нормальное тут? ...браны, и сегодня вы узнаете о тёмной стороне мистера Биста. Этому ещё немало поспособствовали последние события, когда он подписался на Мелстроя, на Литвина, известных каперов, мошенников. И, на мой взгляд, это большая ошибка, но об этом чуть позже. Ну, насчёт, кстати, Мелстроя и каперов, я заранее скажу, что он особо-то вряд ли ебал что, где и когда. То есть, да, я тоже говорил, что это становится причиной для его хейта, но если смотреть вот глубоко в ситуацию, он навряд ли ебал. Это, конечно, его прям не оправдывает, но вообще... То есть, не сказать, что прям критическая ситуация. Мистер Бист, ещё известный как Джимми Дональдс. Родился Джимми в 1998 году, 7 мая. Я, честно говоря, похерел, что, оказывается, Мистер Бист младше меня. Эм, да, кажется, у меня новый комплекс. Мистер Бист вообще начинал со спорта, однако, когда он получил травму, со спортом пришлось завязать, и он погрузился в Ютуб. Лично я просто ненавижу школу, всё, чего я хотел, это заниматься Ютуб-роликами. Но я зарабатывал недостаточно, чтобы съехать с квартиры, и мне мама сказала, либо ты поступаешь в универ, либо ты идёшь нахер. Она не была плохой, просто она не верила в эту магию Ютуба, и что он может что-то приносить. Сначала он начал снимать летсплей, потом перешёл уже к различным обзорным роликам со своим другом, который на нынешнее время уже сменил пол. Я ничего придумал. Жёстко? Эй, Антони. Но потом это плавно перетекло в челленджи. Самый большой хайп мистер Би в своё время получил за счёт того, что он 10 тысяч раз или 100 тысяч раз говорил что-то, делал что-то, смотрел много-много часов какую-то херню, и в конце говорил, на что я трачу свою жизнь, твою мать. Просмотры потекли рекой. А потом, когда пришла первая крупная реклама, Джиме пришла гениальная схема в голову. Он придумал, что можно реинвестировать эти деньги с рекламы в тот же самый ролик. Ему заплатили 10 тысяч баксов, он отдал их бомжу. И это набрало ебанутые просмотры. В дальнейшем, по сути, он совместил два самых мощных формата на своём... Так это ж гениально! Заработал деньги на стриме и раздаю их своим подписчикам. ...канале. Челлендж и благотворительность. И это оказалось просто гениальная схема. Рекламодатели светятся на огромные просмотры в роликах у Джимми, а также получают хорошую репутацию, потому что у Джимми безупречная репутация, а также они выступают в качестве благотворителей в его роликах. И началась дикая машина хайпа, которая бесконечно генерила просмотры и расширяла огромную фан-базу мистера Биста. Я поместил 100 человек в гигантский круг, и тот, кто покинет его последним, получит 500 тысяч долларов. Но если вы коснёте с красной линии, игре конец. Формат действительно гениальный, но Джимми из-за того, что не особо шарит за финансы, начал сталкиваться с финансовыми проблемами. В некоторые месяцы мы тратим на видео от 4 до 5 миллионов долларов. У нас много раз заканчивались деньги. Я не бизнесмен, я творец. Из-за того, что он не умел распоряжаться деньгами, он тратил их слишком много на ролики, и в итоге он нашёл себе гениального менеджера из сферы футбола. Когда я с ним познакомился, у него был миллион подписчиков. И он сказал, к концу года у меня будет 10 миллионов подписчиков. И он сказал, мне нужны деньги, чтобы финансировать эти видео. Это Риф. Он был менеджером Джимми последние 5 лет. Он оставил свою работу спортивного агента, чтобы работать с такими каналами, как Dude Perfect, в первые годы существования YouTube. И тот решил все его финансовые проблемы. С тех пор у них появилось огромное количество очень дорогостоящих контрактов. Вы, например, могли заметить, что практически во всех его роликах светится одна и та же машина. Если что, это не потому, что она просто такая яркая, красивая и привлекает внимание. Это рекламный контракт. Также у Джимми появилась собственная продукция, которая начала приносить ему ёбнутые бабки. Он начал её гениально продвигать через свои ролики. Ну и, конечно, рекламодатели начали платить всё больше и больше денег. И, ну, монетизация. Понятное дело, монетизация в Америке до сих пор приносит очень большие деньги. Менеджер закрыл все денежные потребности мистера Биста и тот начал мастабировать свой контент и заниматься гораздо более крутыми челленджами. Ты выберешь 10 тысяч долларов или ключ от чего-то дорогого. Иди за угол, и ты увидишь, от чего этот ключ. Ладно. Карл, закрой ему глаза. Хорошо. Повернись сюда. Хавьер, сними кепку! Не может быть! Не может быть! Ты выиграл машину! Как думаешь, сколько она стоит? Та же самая игра Кальмара, в которой, чтобы вы понимали, он вложил больше, чем сами создатели сериала в свой сериал вложили. Потому что если у них там была в основном графика, то его декорации все были настоящие. Ну, на самом деле, я не думаю, что он больше вложил, чем создатели сериала. Я не знаю, откуда такое суждение. Причем, кто-то даже считал, по-моему, сколько мистер Биста вложил, блядь, в это шоу. Ну, это явно бюджет меньше, чем у сериала. Всего очень важный момент, что мистер Бист все время двигался не один. Он сначала двигался со своим другом Крисом Тайсоном. И иногда некоторые участники в роликах особенно выделялись и нравились обществу. Они писали об этом в комментариях, и в итоге этих ребят тоже брали в команду мистера Биста. И команда мистера Биста, как и любая другая команда у блогеров, так или иначе ассоциируется с ним. И интересный момент, что всю команду мистера Биста в Америке, ну, по крайней мере, в интернетах ненавидят. Крис Тайсон, это, наверное, единственный человек в его команде, которого по факту ненавидят. Во-первых, потому что раньше он высказывал крайне нехорошие вещи. Мне нравится, что в Америке мы можем буквально приказать людям покончить с собой. Но если мы произнесем слово на букву N без уничижения, это может положить конец карьеры. Вот мем, который он опубликовал, где он показывает кнопку сушилка с надписью «Белый цвет». Фотографию кого-то из куклы Псклана. Посмотрите на чернокожих людей, которые никогда не пробовали стейк дороже 10 долларов. Я рад, что мы смогли сделать это для тебя, мужик. И хоть это не мои деньги, я приму благодарность. Подожди, это реально доебка до мистера Биста такая? Ну, это ладно. Больше всего его начали хейтить именно в момент, когда он решил сменить пол. Ну, сменил-сменил, ладно. Лично для меня здесь главная проблема в том, что у него был сын и жена, которых он бросил из-за своей странной причуды. И это уже, ну, просто безответственность какая-то, на мой взгляд. Теперь же из-за своего кореша мистер Бист оказался в ситуации, когда, как бы, он вроде никому и не нравится. И, скорее всего, сам мистер Бист уже с него кринжует. Он не может его выгнать из-за того, что, как бы, ну, в Америке там все очень толерантные. Ну, кстати говоря, это немножко не тот пример, потому что в самом начале, я просто напомню, действительно было, ну, такое странное ощущение. Неоднозначненько пиздец. Ну, последние ролики, которые были с Кристиной, в принципе, похуй. Вроде нормально себя вели, нормально, все принял, все, пап, говорили. Так что, как будто похуй плюс похуй сейчас. Если ты выгонишь трансгендера из своей команды, то, ну, тебе будет, мягко говоря, пизда. Нихуя же, блядь. Следующий его очень известный командник, это Карл Джейкодс. Этот парень, я, я, честно, не знал, что его прям хейтили, пока не порыл мфы. Но первое, за что ему предъявляют, то, что он ногти там иногда красит. Но, честно, это, по-моему, хуйня повод. Рот впитается рыбой, которую заглатывает целиком, из-за своего оси. Блядь. Еще один момент, то, что Карл... Блядь, я же тоже замер. Я думал, просто у меня ролик завис, я поэтому напрягся. Еще когда был школьником, понател от одного твич-стримера, который высказывал тоже крайне расистские взгляды. Он его нашел там на каком-то стриме, погулял с ним и сфоткался. Самое интересное, что с тех пор, что Карл, что тот парень уже полностью изменились, он уже за все там миллион раз извинился. Я просто хотел исправить ситуацию и сказать, что мне жаль, что я расстроил людей. В любом случае, конечно, образ такого миленького, хорошего парня, который за все хорошее, такой весь вся семейный, работает против него, потому что аудитория, когда видит подобные материалы, начинает ополчаться против своего кумира, а ему приходится извиняться перед ними, буквально на коленях вымаливать прощение за... ни за что практически. Чендлер, его тоже все... Классика, классика, классика. Но это, ребята, только в Америке, не переживайте, ребята. Это только в Америке. У нас тут всем похуй. Средители из Министра Биста знают тоже, он до сих пор с ним в команде. И тут, конечно, смешная ситуация, за что его не любят, он создал свое NFT, а NFT в то время было известно тем, что он в основном был скам. Даже несмотря на то, что он все делал честно, на этом было всем как бы похуй, и его за это захейтили. Говорят, что он в итоге кинет всех своих подписчиков, на бабки, вся хуйня. Но в итоге он никого не кинул, проект оказался честным, но осадочек у них все равно какой-то хуй остался. Вот это мне напомнило ситуацию с тем, что я спустил платный ТГ-канал за очень маленькие деньги, просто за подписку в 500 рублей. Если кому интересно, ссылочка в описании. Ну, блядь, курсы это действительно максимально странная тема, потому что в большинстве своем курсы делают, ну, не сказать, чтобы профессионалы своего дела. То есть, еще и цена иногда такая странноватая. То есть, допустим, у меня тоже есть какие-то знания, относительно, там, условно, видеомонтажа, звука и так далее. Но при этом всем, я же прекрасно понимаю, что эти знания достаточно посредственные, блядь. Ну, то есть, и как-то поделиться ими, как нехуй делать. То есть, какие-то вещи вам рассказать о том, что я знаю, да. Мне только даже приятно будет, что я чем-то поделюсь. Но, попросить за это деньги, блядь, ну, хуй знает. Это надо быть, наверное, уверенным, что у тебя твой контент, который ты в курсах максимально пиздатый. Я, например, насчет себя не могу сказать это. Может ли сказать такой мелкий мейкер про свои курсы, так, относительно чего он там показывал? Это уже другой разговор. Я не знаю, что у него там за курсы именно, и как он преподает. Поэтому, смотря, как ты к этим вещам относишься. Чикни, Даня Кашина, рассказывай мне о том, что я, блядь, инфо-цыганин, хули я курсы продаю. Бро, у тебя у самого только 90к, а ты уже курсы, и я без хейта просто интересно. ТО ЭТО НЕ КУРСЫ, БЛЯДЬ! Хватит писать, что это курсы, это ТГ-канал! Это во-первых. Во-вторых, изучи вопрос, люди... А, это просто пустой ТГ-канал? И всё? Забудьте. Вообще, нахуй, ничего не понимают, просто вкидывают какую-то залупу, и мне потом нужно разубеждать почему-то людей, почему это не так. Во-первых, не все курсы скам, во-вторых, у меня даже не курсы, в-третьих, как и в данной ситуации, очень часто люди предъявляют другим ни за что, просто потому, что они не удосужились разобраться, сука, в вопросе. Блядь, так ты сейчас не объяснил, что это за хуйня какая-то... Я уж сам запутался. Ну, что поделать, циферки большие, надо захейтить. Ну и... Короче, ладно, похуй, с ней курс, то похуй. Нолан Хэнсон. Точно так же один из самых... То просто да, он то называет их курсами, то не называет курсами, то это 500 рублей стоит, то это не стоит, я ещё запутался. ...известнейших сокомандников мистера Биста. Тут ситуация-то жуть смешная, его ненавидят просто потому, что он... эээ... ...есть. Они также говорили, что он был скучным, раздражающим, несносным, и многие люди просто ненавидели его. Это реально звучит как абсурд, но так и есть. Его хейтят просто потому, что, блядь, он сокомандник мистера Биста. То есть, если ты хоть как-то прикоснёшься к мистеру Бисту, тебя начинают снимассировать, тебя начинают ненавидеть, потому что ты, видимо, известный и богатый. Это, конечно, пиздец, и тут мы плавно перетекаем в то, за что хейтят мистера Бист. Я просто люблю говно. Начнём с каких-то абсурдных вещей. Во-первых, очень интересный факт, что мистер Бист занимается благотворительностью, у него даже есть отдельный канал, в котором он чисто, ну, реально благотворительностью занимается. И кто не знает, была ситуация, даже когда он сделал колодцы в Африке, его захейтили активисты Африки за то, что он показал Африку бедной. Активисты говорят, что его действия опозорили правительство Кении и помогли увековечить стереотип о зависимом положении Африки. На подачке. Как будто бы кто-то не знает, что Африка бедная. Может быть, стоит исправить эту ситуацию, а не гнать на тех, кто пытается вам помочь, но... Но про эту ситуацию я знал. Я думал, он сейчас скажет прям что-то вот такое, что вообще никто не слышал. Ладно, здесь логика не работает, и это не первый случай. Когда он помог людям с глазами, там произошло то же самое. Именно в этом твите говорится о том, что это демоническое явление, и я не могу объяснить почему. Это всегда такой прекрасный аргумент. Это полный отстой. Но не спрашивай меня почему, потому что я не могу этого объяснить. В некоторых возражениях утверждалось, что люди в видео подвергаются эксплуатации. И здесь уместно фразу про то, что протянешь руку, откусит по локоть. Некоторые журналисты Америки критикуют мистер Биста за то, что он распоряжается своими деньгами Я думаю, что ответ очевиден да. Вы знаете, это лучше всего видно в его видеороликах. Вы просто задумайтесь, чувак, имея огромные деньги, вместо того, чтобы покупать себе какие-то дорогие дома, дорогие яхты, машины, и все это демонстрировать, он тратит эти деньги на контент, а также на благотворительность. И может быть где-то... Нет, причем вы понимаете, по сути-то так можно доебаться до кого угодно. Ну вообще, до чего угодно, вот именно с таким же методом. Ну например, вот ребята, вы в чате пишите, конечно, часто что-то активно, но могли бы быть для тебя активнее на самом деле, типа хуй... Вот там не знаю, вот Франция там выиграла вот какую-то команду, но могла еще жестче выиграть, поэтому идите нахуй, ваша победа не стоит ничего. Молодец, чувак, ты занимаешься спортом, но, блядь, мог заниматься еще чаще спортом, чтобы быть еще круче, поэтому иди нахуй, я тебя не похвалю. Так это про что угодно тогда можно говорить? Даже не то, что хейт, это какая-то душная херня просто максимально, не? Не эффективно, но он же пытается, он показывает, что помогать другим людям, это хорошо, вдохновляя огромное количество людей по всему миру. Вы что, хотите, чтобы я как все пошел купил себе... Ты часто стримишь, но мог и чаще. Ну да, я мог сделать еще и эффективнее. ...ламборгини или особняк, вместо того, чтобы инвестировать эти деньги в контент, создавая людям рабочие места, это то, что я должен сделать. Ты пытаешься помочь другим людям, а тебя осуждают за то, что ты недостаточно эффективно им помогаешь. Вы что, охуи? А теперь переходим к действительно темной стороне мистера Биста, которая вызывает много вопросов, особенно в моральном плане. Я помню, как уже давно видел у мистера Биста на канале ролик, где один темнокожий парень выиграл у него в конкурсе 1 миллион долларов. Суть этого конкурса была в том, что чуваки должны держать руку на огромном количестве бабок, и кто последний оторвет руку, тот и победил. Этот чувак абсолютно честно выиграл эти деньги. На всякий случай осужил, но вроде бы... На всякий случай осужил. ...в ролике у мистера Биста, обеспечивал тому большие просмотры, но Джимми решил на этом не останавливаться. У тебя есть 24 часа, чтобы потратить 1 миллион долларов. Ты готов? Да, я готов. Погнали! После этого ролика, когда чувак и так уже победил, он почему-то сделал ролик, где этот чел тратит миллион долларов за 24 часа. Здесь меня смущает следующее. У мистера Биста были ролики, где он точно так же давал челлендж другим людям потратить какое-то количество бабок в магазине на скорость, после чего он просто отдавал им эти предметы, и все, и они расходились. Но здесь все зашло куда дальше. Помимо того, что чел был вынужден тратить миллион долларов за 24 часа по велению мистера Биста, он еще показывал то, насколько бедно живет этот парень. Господи! Ну и? А что, лучше было бы пиздеть, блядь, что он живет богато в Москву-Сити где-нибудь? Или просто не показывать, где он живет? Ну хз, страна ихрень максимально. Да ем прям ради да еба. Какая у него плохая кровать, какая у него плохая квартира. Давай, паренек, расскажи, как же плохо ты живешь, и как сильно я тебе помог. О, господи, посмотрите, какой у него бедный район, какой же он бедный, боже. Какая семья у него бедная. О, господи, что за нищеброд, как же... Блядь, это напоминает, помните того чела, который копирует мистера Биста, который в Африку приезжал? Блядь, сука, вот он просто юморной очень. Я пом... Посмотрите, у них даже нет еды, господи мой, как мы сюда приехали. Бля, осуждаю, конечно. Мог этому нищеброду. Я рад, что мы смогли сделать это для тебя, мужик, и хоть это не мои деньги, я в прямую благодарность. Я не знаю, как этот парень к этому отнесся в дальнейшем, когда он уже смотрел этот ролик, но просто представьте себя на месте этого парня. С одной стороны, ну, не особо удобно выставлять себя в таком ключе на огромную публику, что ты вот такой бедный из себя, и говорить миллион раз спасибо мистеру Бисту за то, что я вот выиграл этот миллион долларов. Спасибо, что верили в меня и дали этот шанс. Хорошо, отца. Ну да, не особенно удобно. Вот ты сидишь на протяжении всей своей жизни, ну, у тебя реально просто не повезло со спауном, так сказать, вероятнее всего и с прокачанными скиллами по жизни, в твоей вот этой RPG-игре жизни не повезло. И тут приходит чел, говорит, слушай, на тебе миллион баксов, покупай, что хочешь. Да не, блять, пусть он нахуй мою жизнь не показывает, чё, охуел, что ли, мразь какая-то. А как ты можешь отказать челу в контенте, который дал тебе один миллион долларов? Для вот этого персонажа это безвыходная ситуация. А для мистера Биста это контент, это эмоциональные качели, что вот, плак-плак, чел бедно жил, а я его вытащил из этого дерьма. И по итогу, буквально сделав контент на бедности этого чувака, вынудив его потратить миллион долларов, которые он и так честно выиграл, мог потратить на всё, что угодно ради этого ролика. Это обеспечивает мистеру Бисту хорошую репутацию среди его аудитории, показывает его как вот такого доброго инфлюенсера. Потом так в зеркало посмотрелся, и под... Я, я даже хочу посмотреть этот ролик. Неужели там просто, ну, действительно, мистер Бист ходил по видосу и орал? Он нищий, посмотрите, как он нищий, он долбоёб. Ну, то есть, да, понятное дело, что там вот этот перевод авторский, но, я думаю, вряд ли. Скорее всего, он просто показывал в лу жизни такое, смотрите, вот, вот так он живёт, да, вот такая ситуация происходит. Ну, да, оказывается, есть люди небогатые, не может быть, охуеть, блядь. Думаю, ну, какой же магир. По факту, это просто шоу, но лично я, когда это увидел и испытал странные чувства, скажем так, можно было закончить и на моменте, когда он просто тратит миллион долларов за сутки, но зачем показывать, боже, блядь. Так, я хочу посмотреть этот момент. Мужчина, а теперь мы отвезём вас в дом Марка и просто покажем, где он живёт. Так вот, где вы сейчас живёте. Да, это моя комната. Здесь спим мы с женой, и, как видите, здесь совсем нет места. Мужчина, вы даже не можете открыть дверь полностью. Правильно. Это комната моей... А, блядь, я забыл, там же перевод есть у мистера Беста, капец оконченный. Это комната племянника. Твой племянник спит на надувном матрасе? Ага, и он проткнул его, и тот сдулся. Твой кузен спит на надувном матрасе с дыркой. Получается, что он спит прямо на полу. Я идиот, отстань. Можно я скажу, что я очень рад тому, что ты выиграл миллион долларов? Правда, Рад? Спасибо. Чем больше я узнаю о тебе, тем больше я рад, что ты выиграл этот миллион. У нас тут Toyota Camry 2001 года. Я купил её такой? И за сколько ты её купил? А, ну, 600 долларов. То есть, значит, дом, в котором мы только что были, не просто меньше того, что ты купил, но ты также делишь его пополам с другой семьёй? Да. Безумие. Технически миллион пригодился по-любому, но очевидно, что тебе он очень поможет и скажется положительно. Я рад, что мы смогли сделать это для тебя, мужик, и хоть это не мои деньги, я в прямую благодарность. Что это такое? Я благодарен. Я очень сильно благодарен за всё, что происходит. Со мной никогда ничего подобного не случалось. Покажу вам машины. GMC для жены. Ты купил это моей сестре? Да. Будет моей. Не могу поверить, это мой новый дом. Что? Вау. Вот так да. Чендлер, ты нашёл секретный проход? Нарни. Что вы понимали, они даже заблюрили фон улицы для того, чтобы, ну, сложнее было найти, где живёт этот чел, чтобы его не ограбили. Ну, для понимания. В принципе, я не вижу ничего плохого. Он просто показал, как живёт. Мистер Бист не смеялся над тем, что он бедный, а просто говорил, ну, я вижу, тебе деньги эти нужны, будет так. Ну, как бы, спойлер, да, все ролики Мистера Биста, ну, которые касаются благотворительности, там, где он даёт денег, подразумевают то, что Мистер Бист охуенный, потому что он даёт деньги, блядь, тем, у кого их нет. Искать в этом чего-то, ну, что-то аморальное и что-то в этом духе, ну, да, ты можешь, конечно, безусловно, ты имеешь на это право, но, блядь, ты же тоже понимаешь, то, что, ну, в целом-то, какая разница? То, что он бедный, зачем, мне не понять. Следующий момент, в отличие от того же, строя, доход... Ну, кажется, мне кажется, здесь просто, ну, Милка немножко задушнил, сам по себе, то есть, ну, очень притянутый момент. Милка Мистера Писта чистый, но не совсем. Не знаю, насколько часто это происходит, но Джимми общается с Логаном Пулом. Логан Пул в Америке уже известен как криптомошенник. Криптозу.com! Я просто восхищен этим проектом, это очень весело. Такая веселая игра, в которой можно заработать... ДОЛБОЁБ ЕБАНЫЙ! Бабы... Итак, ребята, сколько вы потеряли на Криптозу? Я потерял 50 тысяч баксов. Я потерял 40 тысяч. И я потерял 15. Я проебал 25 тысяч бачей. А я 120. 500 тысяч баксов. Это полмиллиона Криптозу. Заткнись! Ты не сделал этого! Да, 500 тысяч баксов. Он запускал свой проект, который в итоге оказался скамом и обманул огромное количество людей на деньги, которые он по итогу не вернул и просто отпизгнулся в стиль того же Литвина. Поверь мне, Криптозу скоро появится. Я позабочусь об этом, черт возьми. И в этой стене текста скрыта самая шокирующая часть, которая заключается в том, что он вообще не выпускает игру Криптозу. Реально, копия Литвина только в Америке тоже. Ну да, вообще-то, я просто напомню, Логана Пол достаточно сомнительная репутация за рубежом. Я не знаю, почему про это люди забыли, блядь. Он в спорт что-то пытается, тоже там вот эти шоу устраивает. Бзец, один в один. И мистер Бист на подкасте с Логаном Полом рассказывает... Ну нет, ну блядь, один в один, только на уровень выше. Давай будем честны, блядь. Литвин, который играет в медиалиге футболе, и Логан Пол, который участвует в WWE. Ну чувствуете, ну, немножко разный уровень, ну прям чуточку. Сказал о том, как они совершили некую денежную михинацию. Мы с Логаном купили очень много Криптопанка. Он еще писал об этом у себя в Твиттере. Это было так. Гэри подключил нас к звонку и сказал, йоу, у меня тут 30 человек, все собираются в Криптопанк. Откуда ему знать, что это будет прорыв оттуда, что 30 человек собираются вложить огромное количество бабок в Криптопанк? Естественно, он пойдет вверх. Ребят, вы слышите, что он говорит? Это же манипуляция крипторынком. Если бы это были акции, то это попало бы под статью. Короче, я закупил несколько штук этой крипты, а потом перевел все в VFRIEND по звонку того же самого Гэри. Они буквально договорились. Ну, кстати, вот до этого, наверное, можно доебаться. Но, вот просто мы оказывались в том мире сейчас, где действительно вот акциями и так далее управляют прям через Твиттер. То есть, напомню, Илон Масс, который одним Твиттером может что-то начать регулировать просто именно в акциях. То есть, поднять их и пустить просто одним Твиттером. Поэтому, ну, я согласен, это не совсем пиздато. Я понимаю, что здесь про другое. Это просто такой смежный пример, около пример. Не очень хороший, но чтобы просто вы поняли, к чему я говорю. Но, как будто, вот, блядь, это спорный вопрос. Наверное, это вот для людей, которые занимаются краски вот этой всей истории, для них это пиздец. Они очень любят, когда какой-то там ютубер, стример говорит слово и все идет по пизде. Так что, в этом плане, ну, их понять можно. То есть, о том, что будут вкладываться в один проект, также они сделали об этом Твиттер, чтобы максимальное количество людей это скорее вот именно просто жопоболи у людей, которые занимаются этим. Вот ощущается. И вложились в этот проект, а потом, когда в этом проекте благодаря их махинации выросли цены до небес, они просто взяли и перевели эти деньги из этого проекта в другой проект, ничего при этом не сказав о аудитории. То есть, они буквально просто провели махинацию и наварились на своей аудитории. Снова же, я не знаю, насколько часто Джимми проворачивает подобную схему, но зачем человеку, который все делает только для людей, делать что-то подобное? Почему он общается с логаном Полом? И здесь следующий момент. В последнее время я только и вижу во всех пабликах, новостях, везде просто инфу о том, что мистер Бист подписался на Милстроя и Литвина. В чем прикол? Литвин? Блядь, если он сейчас вот это приравняет к... Блядь, нет, не, не, мужик, сейчас ты ищешь линии, которых просто нет, брат. Тут нет никакой связи вообще. В случае с Милстроем, я думаю, ну, я и, наверное, большинство других людей думаю то, что это случилось просто потому, что Милстро... Ой, Милстрою, мистер Бисту похуй. Он просто такой, мы сказали, мне дадут столько-то денег. Он такой, да, ля, легко, херня подписаться, давай, вообще, кто это, похуй? Тут, скорее всего, вот, ну, в этом весь прикол. Да, до этого можно доебаться, безусловно, учитывая, кто такой Милстрою, чем он занимается, и скажет, что мистер Бисту, так сказать, немножко репутацию свою поднасрал, очернил, но, здесь связи больше, мне кажется, нет, кроме вот этой, то, что чувак просто на похуй подписался. Это тоже известный паренек на русском ютюбе, он известен тем, что рекламил до пизды скама, сделал даже свой скамерский проект. За качество и за честность этого проекта я лично ручаюсь. Ни в коем случае никогда не ставим весь банк. 10% от начального банка и все будет за... Первый же день слито 83% от банка, на второй день, на 23 ставку банк слит полностью. Вы прекрасно знаете о проекте Литвин ставит, который существовал примерно 9-10 месяцев. К этому проекту я не имею отношения уже около 2-3 недель. Конор Макгрегор против Дастина Парье, даже страшно ставить на него. Если вы вдруг решитесь, то можете сделать это, как всегда, вместе с Своей поверхностью чтобы отмыть свою репутацию, он открыл футбольный клуб. И даже после того, как он прорекламил кучу скамерских проектов, он не прекращал заниматься скамом. Ай, бля, я ж пернул, когда бьемал. Че за хуйня? Что вы думаете? Блядь, я хочу, сука, стать казино стримером. Вот что я понял. Блядь, казино... Вот я не понимаю, а почему мои расценки не устраивает ни один казино проект? Я же, ну, всего лишь прошу миллион рублей за одну минуту на казино. Это же немного. У меня 100% будет стопроцентный выхлоп. Ну, возможно, не прям стопроцентный, 99%. Ну, ладно, возможно, 98%. Думайте, откуда у Литвина столько денег? С его убыточного клуба? Нет, нет. Литвин так же тесно, как и МЛСРОЙ, связан с одной нехорошей конторой. Так вот, запустил Литвин конкурс. Условия там следующие. 10 минут норм. За 10 минут норм будет 10 миллионов рублей. И самое главное условие, конечно, которое всех зацепило, что Литвин платит 10 лям. И второе мое условие я запущу на втором канале, который не скину никуда. За то, что чел убедит подписаться на Литвина мистер биста в инсте. И МЛСРОЙ, увидев это такой, о, чё, я хуже, что ли? Спиже-ка я у Литвина конкурс, только поставлю чек 150 миллионов за то, что кто-то убедит мистер биста на меня подписаться. И что вы думаете происходит? Прикиньте, 4 ночи по Москве я поступаю, захожу в телегу в ЛС, и мне мои модераторы скинули скрин на себя мистер бист подписаться. МЛСРОЙ это чел, который известен тем, что раздевал несовершеннолетних девочек в чадру Лите. Сколько тебе роков? Мне 14. Рокки. А что такое зази мягкое и красивое лежит? Сколько тебе роков? Это типа вот это в скале Джонсе не измеряется или что? Я не понял. А, это на белорусском типа лет, бля, я чё-то я затупил. В джинсах. Люди же детей. И сбил женщину в прямом эфире. Ну и в принципе он известен своими трэш-стримами, а сейчас он крутит казик. А также он запустил за деньги челлендж на то, чтобы люди делали ему тиктоки, форсили его имя, выставляли его беленьким, хорошеньким и смешным, а он им за это денежки платит. И знаете, что самое смешное? Эта сука работает. Я не хочу, чтобы вы меня считали денежной мразью. Именно я пойду к УИСОФу казино каждый стрим. Я называю казики опущенными. Объясняю вам конкретно на пальцах, почему казино это абсолютное дно. Но я уже заложник ситуации. Какой ситуации? Заложник больших денег, блядь. Ой, господи, как же... Ну, с Милстроем на самом деле все очень, блядь, неоднозначно, если хотим сейчас про это говорить. Ну, во-первых, он, да, скорее всего, реально заложник ситуации. То есть, он сам к этому шел, к этому казино проекту, сам в нем засел. Теперь, я уверен, там рядышком с ним сидят определенные дяди, которые как бы намекают, что мужичок, ну давай-ка работай. Во-вторых, не забываем про вообще психологическую хуйню, которую Милстрою, ну, очевидно, не на самом стабильном уровне. То есть, алкоголизм, вот это все прям, ну, по Милстрою, ты смотришь на него, думаешь, блядь, у чувака есть определенные проблемы. Так что, с Милстроем там, ну, вот именно вот, с точки зрения того, что он заложник своей ситуации, это 100%. Можно ли из него выбраться ему? Как будто бы да, но, я думаю, он сам как бы хочет, но одновременно ему и так заебись. Так что, в любом случае, мы его в голову не залезем. Это все спорно, можно обсуждать. Люди, такую хуйню. Просто почитайте эти комментарии. Блядь, там, там вообще отрицательных комментов о нем нет. Это пиздец. Давайте я просто объясню, откуда Милстроя эти 150 миллионов. Итак, возвращаемся к тому, не может быть, наверное, благодаря Казику? Да, или откуда? Что Милстрой рекламит Казики. Он 20, не может быть, 4 на 7, вся на стримах постоянно крутит казино. И забавно, что он свой образ строит так, что, мол, он крутит там реальные деньги, свои деньги. Я проиграл. Долгов суммарно, где-то миллионов сиевцев. Сейчас. И он делает это себе в минус. Он делает это только потому, что, ну, он вот крутит казино. Он лудоман. Но никаких долгов Милстроя нет. Я нашел человека, который помог мне разобраться с тем, как работает вся эта система с конторой, которую он рекламит. Смотрите вот на эту ссылочку. Эту ссылочку Милстрой оставляет у себя в Телеграме. Это партнерская ссылка. Партнерские ссылки. Эээ, это все, конечно, прикольно, но просто есть люди, которых он брал в долг, блядь, и деньги не возвращал. И есть пример даже того же злого, который простил ему долг. Так что это, конечно, все пиздато, партнерские ссылки, но что ты будешь делать с людьми, у которых он деньги брал и не возвращал до сих пор? Или он вернулся сутки злом уже наконец? Я просто помню, в какой-то момент злой писал, что да похуй, я прощаю ему долг, похуй. Ссылки это такая тема, по сути, рефералки, по которым переходят твои подписчики, и ты зарабатываешь с того, сколько они проиграли. Криншоты мы видим, что активность засчитана начиная с 18 февраля по 4 марта. За 15 дней получилось 104 тысячи 102 перехода, из них 25 тысяч 790 регистраций, совершили первый депозит 3 тысячи 338 человек, а количество редепов перевалило за 9 тысяч. Мы получаем 12 тысяч 400 долларов в сутки, и это на самом старте ревшары, а дальше будет еще вкуснее. А то, что Молстрой играет на свои бабки, ё, бля, это просто абсурд, алё, проснитесь, ему Казик может любые деньги там нарисовать, это нарисованные деньги, они не настоящие. Абсурдность этой ситуации есть Казики, которые могут нарисовать, а есть Казики, которые работают по вложению денег на сайт, и ты уже, получается, это твой заработок, и ты от них играешь. Ну, блядь, по-разному бывает. То есть, как будто бы тоже необязательно. Я ничего, немножко не понимаю, ну, откуда у него вообще вот эти вот эти, вот эти интересные, уверенные, откуда эта уверенность у него, что на самом деле все так просто. Да нет, нихуя, бывают разные ситуации, абсолютно. Защищательный строй? Да я не защищаю Молстроя, блядь! Просто, ну, ситуация немножко иная. Я вообще не защищаю, просто говорю, как, ну, как есть. Мистера Биста на Молстроя убедил Чел, который и так уже выиграл миллион долларов у Мистера Биста в одном из его конкурсов. У Чела и так нет проблем с бабками, у него есть контакт Мистера Биста, потому что он выиграл у него большие бабки. И он убеждает Мистера Биста подписаться на ебаного скамера, и так не нуждающийся человек, и Джимми такой, о, нихуя тебе 150 лямов заплатит, ну, ладно, тогда подпишусь. И как бы с одной стороны Джимми помог Челу заработать денег, но с другой, а, блядь, какова цена? Мы приходим к тому, что люди, переходя по ссылкам Молстроя, проёбывают свои деньги, даря ему, отдавая свои бабки. И, скорее всего, не самые богатые люди в основном. И потом он эти деньги платит чуваку, который, в общем-то, в них и не нуждался особо. И все такие, вау, Молстрой, ты такой молодец, ты раздал наши деньги какому-то одному чуваку, который так был богат. Нихуя ты красавчик! Да на самом деле никто, блядь, особо не говорит. Просто все в ахуе именно с того, что Чел даёт деньги, на самом деле, казалось бы, за какую-то хуйню. И отсюда появляется у людей ощущение того, что Молстрой раздаёт бабки. И они как будто, ну, так легко получаются. Хотя, ну, понятное дело, для чего это делается. Для рекламы Молстроя, для рекламы вастримов, для популяризации казино. Это как бы, блядь, и так понятно. Просто, блядь, Молстрой, ты молодец, пиз... И реинвестирует красиво. Да, да. Блядь, в том-то и прикол, вот с точки зрения того, как Молстрой реинвестирует свои бабки, он прям красава. С точки зрения всего, к чему это ведёт, ну, и что делал Молстрой раньше, ну, типа, в частности, та же самая педофилия. Немножко не круто. Но в плане того, как он себя продвигает, блядь, это гений. Пиздец. И помимо этого, в чём проблема того, чтобы Мистер Бист подписался на Молстрой? Вы просто представьте, сколько аудиторий начало лояльно относиться к Молстройу, когда на него подписываются. Не из-за этого нихуя. Большинство людей даже не ебут, что Молстрой, кто такой Молстрой, что он себя представляет. Писался, ну, как всем кажется, самый добрый человек, бля, в мире. Просто самый лучший блогер, самый крупный, самый известный. Во-первых, естественно, аудитория от Мистера Биста пришла к Молстройу, как к Литвину, потому что они там в верхах списков, и их подписчики, пиздец, как приросли после подписки Мистера Биста. Плюс об этом говорят во всех новостях. Я даже попал на стрим Молстрой, когда Мистер Бист на него подписался, там было, там просто, пиздец, это рекордный онлайн. Сколько нахуй? А, ну и, конечно, там в моменте он... Блядь, 200к онлайна на Кике. Блядь, даже учитывая всю ситуацию, 200к, блядь, на Кике. Как будто воняет не как лаем немножко. Нет такого ощущения. Я не утверждаю. Просто как будто странно немножко, но что на Кике? Не на Твиче, не на Ютубе. На Кике. Такой онлайн. Даже к SQC меньше. Ну, где SQC, где Молстрой, блядь? Он хотел показать, ну, как бы, к чему еще может прийти такой умный человек, блядь. Про Литвина я уж тоже, блядь, молчу. Точно так же ебучий скамер во всех заголовках новостей благодаря Мистеру Бисту. И лично я обращаюсь к Мистеру Бисту. Мистер Бист, я прошу, как минимум, от своего лица, чтобы ты отписался от Молстрой и от Литвина, на которых ты подписался из-за того, что они предложили воруют у них деньги, рекламируют... Представляете, ебало Мистера Биста, который такой А, окей, no problem, yes. Ну, во-первых, кстати, если он видит, скорее всего, он отпишется. Но... До него эту информацию не донесут, Милка, ты чё? Ты бы хоть на английском бы, сука, это записал бы. Не знаю, отдельным роликом бы выложил. Он даже это смотрит, но субтитры, да, блядь, чуваки, Мистеру Бисту похуй. Ну, там чувак немножко другого уровня. Для него реально надо просто на его языке говорить. И главное, самое главное, надо делать на английском языке для того, чтобы, блядь, информация, сука, дошла до Мистера Биста. Потому что, блядь, не будет такого, что Мистер Бист такой лезает, лазит по интернету и такой, так, what's happened with me? Need found what say about me on Russian YouTube? Oh, my God. Two hundred, ой, two hundred thousand viewers on the day. Need check. I don't understand where are my Яндекс Транслейтер? Блядь, ну не так это будет работать. Просто выложи этот фрагмент отдельным роликом на английском языке, блядь, с английским названием, и тогда информация дойдет. Так он от Милл Строя отписался в тот же момент, лол. Реально? Или подожди, или имеешь в виду в тот же момент, когда подписался на него? Ну как подписался, так отписался. А! А тогда, о чем, блядь, он говорит? Зайди чекни в инсте. А, кстати, реально, его нет, Милл Строя нет. Там только Литвин. Так Милл в бане. А! Как его забанили, подожди, блядь, гвин. Я чекал до бана, его тоже не было, ну либо я шист в тайминге подпутал. И те деньги, которые они платят за свои конкурсы, это нечестные деньги, это ворованные деньги от их подписчиков. В России эти два персонажа очень известны именно как скамеры. Для меня, мистер Бист, это более принципиальный человек. Лично меня вводит просто в какой-то шок то, что ты это сделал. Если кто-то может, передайте это сообщение. Спасибо. В конечном итоге... Блядь, я же сказал, что кто-нибудь доебется до вот этой хуйни. Когда это хер... это случилось? В тот же момент, что кто-нибудь доебется. Готовился, получается? Мы приходим к тому, что мистер Бист из желания быть для всех хорошим из такого некого положительного образа желает всем помочь совершать некоторые ошибки вроде тех же подписок на мошенников. И по факту мы попадаем в ситуацию, когда некоторые гандоны просто из-за того, что у них есть много денег пользуются простодушием такого человека, как мистер Бист. Я не знаю, почему он не разобрался, кто это такие. Возможно, потому что он не думал, что его кто-то попросит подписываться на скамер в хибанах. Но имеем, что имеем. Надеюсь, это исправится. Плохой ли в итоге человек мистер Бист? Лично для меня мистер Бист Да вообще говно ебаное! Я бы его, сука, взял бы в рот и выебал, блядь, за то, что он делает. Вообще мразота, блядь! Самый обычный, наивный паренек из обычной семьи, который всегда мечтал о том, чтобы стать популярным ютубером. У него даже... А потом стал и стал мразотой ебаной! Есть ролик, который он в 2015 году через 5 лет положил на отложку, в котором он, будучи школьником, готовился к каким-то экзаменам и мечтал о том, что через 5 лет у него будет хотя бы 1 миллион подписчиков. Если на момент просмотра вами этого видео у меня не будет миллиона подписчиков, то моя жизнь не удалась. Надеюсь, я наберу миллион подписчиков. Лучше бы у меня был миллион подписчиков. Ля, кстати, гениальная штука, такая милая. Я до сих пор... И когда я это посмотрел, я такой думаю, ля, это так мило. Это так мило. Да вы увидите видео. Через 5 лет у него стало 40 миллионов подписчиков. Это самый обычный парень, который определенно делает практически все, что он делает, не из корысти. Покажите мне хотя бы еще одного человека в этом мире, который все свои доходы тратит практически в контент и в благотворительность. До поры до времени, по-моему, Парадевич весь свой бюджет вкладывал в этот... в новое что-то. Но других людей практически ничего в себя не вливает. В какой-то степени мне даже жалко мистера Биста в том плане, что из-за того, что ему нужно всем угождать, из-за того, что есть определенная повесточка, он вынужден держаться одного определенного образа. Люди не хотят видеть мистера Биста плохим, а если он где-то совершает какую-то ошибку, его сразу же будут пытаться отменить. Это проблемы всех медийных людей. И чем медийнее ты становишься, тем больше тебе... Вложи в нас 10 лямов, мы их удачно проебем. Блядь, было бы у меня 10 лямов. Предъявляет за любую малейшую ошибку. У всех бывают ошибки, мы все люди. И он точно так же самый обычный человек. В таком возрасте иметь такое огромное влияние, такую огромную медийность, такую ответственность, это просто пиздец, какой подвиг. Поэтому, несмотря на то, что у мистера Биста, как у всех, есть две стороны, как и плохие стороны, так и хорошие стороны, помните, что он такой же человек, как и вы. И относитесь к нему соответствующе. Ну, с вами был Мелкомейкер. Скоро увидимся. Ну, на самом деле, вот эти доебы, до мистера Биста, ну, разве что слоган полом можно как будто бы, как будто, вот этот моментик, разве что можно как будто дожать, как нечто странное. Остальное, ммм, прям доеб ради доебы, как будто. С милстроем, ну, вы поняли ситуацию, что касается первого, вообще очень странная херня. Как будто, вот действительно, до мистера Биста, вот если докапываться, только именно доебываться и душнить. Продавец Антоша показал мне женщину бестящей. Малышка, пустышка, моденька, тишка, в руках ее мешка, на фитрогламу, наизусть тебе пофиг, ну и пусть.